Уважаемые коллеги, позвольте, во-первых, сердечно всех поздравить с небольшим, но пусть все-таки первым юбилеем существования и работы Ассоциации онкологических учреждений Северо-Западного округа Российской Федерации. Это небольшой период, тем не менее, на мой взгляд, сделано очень много и на сегодняшний день я бы сказал, что Ассоциация твердо стоит на своих ногах и в преддверии серьезных перемен, серьезных федеральных программ, которые потребуют больших усилий и серьезной работы в плане реализации и получения достижения тех результатов и задач, которые поставлены перед каждой организацией, онкологических регионов. Я думаю, что Ассоциация онкологов Северо-Запада будет хорошим помощником в плане обмена опытом и в плане получения позитивной и положительной информации и нахождения максимально коротких путей для достижения хорошего количественного результата. Если говорить об онкологическом диспансере Новгородской области, хотелось бы два слова сказать, поскольку 2018 год стал для нас знаменательным в плане того, что в этом году закончен очень такой серьезный этап в становлении самого онкологического диспансера. Мы завершили процесс формирования последнего введенного в строй отделения. Это радиологическое отделение имеется в виду получение последней лицензии на работу с источниками радиоактивности и в том числе открытие радионуклидной лаборатории, где у нас появилась возможность полноценно обследовать больных с помощью источников радиоактивности на аффект КТ. С учетом тех проблем, которые стоят перед нами, конечно, одна из основных, это в первую очередь кадровая проблема и серьезную и значительную помощь в данной ситуации мы рассчитывали получить в том числе и в ассоциации в плане подготовки специалистов через клиническую радиотуру, в плане переподготовки по узким специальностям, если это касается радиологии, может быть, каким-то другим специальностям. Поэтому я хочу сказать, что подводя вот эти небольшие итоги деятельности ассоциации, к слову сказать, хочу напомнить, что в этом году мы отметили свой тоже маленький юбилей, 20-летие онкологического диспансера, поскольку начинал свою историю именно с 1998 года, когда были подписаны первые разрешающие документы о начале строительства и организации онкологического диспансера Новгородской области. Еще раз всех поздравляю, желаю творческих успехов, желаю терпения в плане реализации и достижения тех задач, которые поставлены перед нами правительством и которые озвучены в этих федеральных программах, которые на сегодняшний день реализуются во всех регионах. Всем успехов, удачи, спасибо.